Это то задание, которое мы в понедельник нарабатывали, хорошо? Мы его сейчас еще раз пройдемся, но уже на касание. Ребят, у меня есть тоже... вспомнилось, как еще в советские времена. У нас зал бокса, мы когда-нибудь находились на третьем этаже в Дорице спорта, а на втором этаже у нас был зал борьбы греко-римской, классической борьбы. И вот иногда там, раз в месяц, может быть, были такие моменты, что общеразвивающие упражнения, подводящие какие-то, силовая выношенность, конечно, у борцов она превалирует. Ну вот мы нас пускали в зал борьбы, с нами там тренер по борьбе какие-то базовые элементы отработки давал, показывал, а борцов поднимали в зал бокса. Они там пытались выдержать три раунда. Ни всем удавалось, ни всем. И, кстати, у нас в описании в конце есть подссылка. Арсен Шалов, это мастер спорта России, двукратный чемпион России. Кому интересно, мастер просто джиу-джитсу. Кому интересно развиваться, что-то новое для себя узнавать, тем более в нашем возрасте кто-то моложе, кто-то старше. Но общее развитие никогда никому не мешало. И сам по себе Арсен интересный как человек, очень корректный, как и мастер по джиу-джитсу. Кому интересно, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Всего доброго! Сегодня мы продолжим работу из закрытого гарда. Ситуация чаще всего, которые бывают на соревнованиях, это закрытый гард. И сегодня разберём один приём, он называется балаланга, его называют... Это очень хороший эффективный свип. На касание лёгкое действие. А именно какое? Посмотрите, пожалуйста, и Рашид ко мне. Ещё раз. То есть что сокращение дистанции левым прямым, и что? Уклон в какую-либо сторону, да? Мы делали каким это действием? Не скачком, мы делали шаговым движением, да? Правильно. Вот сейчас я хочу, чтобы вы это в руки поделали. А что это значит? Подними руки. Вот ты подставку держишь, и что я делаю? Посмотри. Я туда ногу поставил. Не разворачивайся. Если развернулся, опять масса ушла сюда, здесь долго будет. Это ударное движение, это для правого прямого. А именно. А ты, как истинный джентльмен, когда тебя бьют... Знаешь боксёрскую заповедь? Знаешь, значит. Если ударили по левой щеке, то подставь правую. Правильно? А если тебя бьют по правой щеке, да? То что сделаешь? Сделай нырок, и на выходе пробей троечку. Поэтому после моего левого удара, ты должен ответить мне прямым ударом, но смотря куда я уклоняюсь. То есть ты понял? Вот то, что вы сейчас работали. Сейчас вы что делали? Вы делали не удары ждали, вы делали что? Уклон, и пробивали, да? Ладошками. И здесь то же самое. Что значит? Я левый сократил дистанцию, лёгкое движение. Я не убираю руку, потому что здесь тут же за моей рукой пойдёт ответ. Я левый сделал ударное движение, моя нога, видите, вышла на линию с его передней ногой. И делаю уклон плечом, падаю в сторону передней ноги, то есть по диагонали, но вперёд, падаю. Видите, моя нога ещё подошла, потому что масса пошла. И здесь я пробиваю. Естественно, у меня нога сделала левое два движения. Раз, два она сделала. Раз, два, три. То есть у меня нога была дальше, это правильно? И она сама подобралась под меня. Не выпрямляться. Вы ушли вниз, на второй этаж. Многие делают такую ошибку. Начинают здесь вставать. Надо там остаться, там вращаться. Молодец. Группируйся, группируйся. При уклоне вправо то же самое у вас получится. Посмотрите. Раз. Я падаю, но уже не вперёд. Я впадаю в сторону, направо, по диагонали вправо, но не за границу своей задней ноги. И нога сама подходит. Фактически она... Я становлюсь фронтальную стойку. Раз, два. Я не жду ответа, да. Только ты сейчас, Серёжа, сделал вот это движение. Ты ногой шагнул. А я говорю, я ударил, не разворачиваюсь. Выкинул, я по рукам бью. Вы сокращаете дистанцию. Ещё раз. Группировочка. Оп и ещё раз сюда. Вот это вот оп и ещё раз сюда. Извини, я тебе не так сильно. Вот. Пробил, да, на третьем ударе сбоку я пристал. И что? И ещё раз сюда качнул. Хорошо? Потому что вот это является дурным тоном. Пробил, оп, и обратно под молотки встал такой. Ты чё там, а? А там тебя готово, там ты ещё не убил до конца. Поэтому второй номер... Смотрите, здесь какой ещё момент второй номер нарабатывает, да? Второй номер нарабатывает ситуацию, что вы на уклонное действие, которое вы пропустили, второй номер сократил дистанцию. Ему не надо ждать удара. Вот ты сейчас делаешь, ты первый номер. Давай влево и вправо. Ой, передний левый и вправо уклон. О! Если я сейчас, после вот этого моего промаха, начну от него пытаться свалить, уходить, я даю ему что? Возможность ниже сядь. Я ему даю возможность размаха, я ему даю возможность амплитудных ударов, то есть более сильных. А так как я нахожусь в движении, я ещё не готов к статическим, более жёсткозащитным действиям. Понятно это? Поэтому это одно из правил. Промазал противник средней дистанции. А это средняя дистанция априори. Почему? Потому что кулак выкидывается только на средней дистанции. То я не валить от него буду, потому что не успею. Ну могу и успеть там. Я не говорю, что только так, ребят. Но более золотое правило существует. Промазал, я наоборот сгруппируюсь к нему. Почему? Потому что самое безопасное место у слона где? Под слоном. Понял? Ну-ка пробей. Оп, пробивай. Пошло троха. Раз, два. А, ноги ещё не подработали. Смотри, вот здесь должно движение быть. Смотри. Раз, два. Раз, два, три. Ноги под собой. Давайте, попробуйте, ребят, пожалуйста. Попробовали.